Увидев, во что превратился автомобиль после удара, очевидцы были сильно удивлены, узнав, что все люди, сидевшие в салоне Форда, живы и даже получили относительно небольшие травмы. В шоковом состоянии просто? В больницу увезли или нет? В больницу увезли? Ну, а в сознание? Да, в сознание все хорошо. Двух пассажирок увезли в больницу, но водитель говорит, сделали это лишь для перестраховки. Девушки сознание не теряли и передвигались на своих ногах. С управлением не справился. Скорость большая была? Ну, относительно города, да. Сколько ехали? 120. Обычно в подобных случаях водители любят обвинять в произошедшем автомобиль, который якобы их подрезал. Но в этот раз автолюбитель не стал отпираться. Честно признался, что сам не справился с управлением из-за высокой скорости. Говорит, самое обидное, что никуда не торопился. Просто решил похвастаться перед девушками умением лихачить по городу. У него опыт большой, что в водительстве? Сколько у него права, когда давно получил? Ну, три года. Другой говоря. Что, он гонять любит, что ли? Иногда бывает. Автомобиль уже вряд ли есть смысл восстанавливать. Тем не менее, полицейские говорят, что водителю еще крупно повезло. Иномарка на огромной скорости лишь краем задела опору уличного освещения. Если бы стол показался чуть ближе к центру, последствия были бы куда более серьезными. Равиль Сайганов, Сергей Ткаленко, Эфир 24. Сыны анархии. Сегодня в 23.30. Время сериалов. На телеканале Эфир. Продолжение следует. Продолжение следует...